Всем привет, друзья! Меня зовут Максим и с вами снова канал ProDelo. Сегодня у нас будет обзор отличного продающего шаблона, который называется Moneymaker 2. Особенность данного шаблона заключается в том, что он создавался автором, у которого есть большой опыт запуска своего собственного интернет-магазина. И именно этот опыт он учел при разработке данного шаблона, что безусловно значительно повысит конверсию вашего магазина при использовании шаблона Moneymaker 2. Также задействовав аналитику и данные веб-визора, автор шаблона проделал немалый путь, чтобы создать удобный и понятный покупателям интерфейс. Друзья, также хотелось бы отметить, что у данного шаблона есть очень подробная документация. Ознакомиться с ней вы сможете по ссылке. Ссылка есть в описании самого шаблона. Здесь вы сможете найти подробную информацию о настройке самого шаблона, о его модулях, о том, как его правильно установить и так далее. Здесь очень много информации, сами почитаете. Данный шаблон совместим с большинством версий сборок, начиная с OpenCard 2 ветки и заканчивая версией 2.3 на сборке OpenCard Pro. Описание данного шаблона вы можете прочитать на сайте ProDealAbyss, ссылка на него будет в описании под видео. Также там будет ссылка на демо-версию шаблона, по которой вы сможете перейти и посмотреть все настройки шаблона в административной части магазина. Ну а мы сейчас перейдем с вами в демо-настройки шаблона и посмотрим на функционал данной темы. На этот раз я не буду подробно останавливаться на всех настройках шаблона, так как они очень подробно расписаны в документациях, их слишком много, тогда такой бы обзор занял очень много времени. Расскажу о действительно важных, на мой взгляд, особенностях данного шаблона, которые выделяют его на фоне остальных. Первая и очень важная особенность, на мой взгляд, это функция покупки. В данном шаблоне в настройках вы можете найти во вкладке «Общее» такое поле «Функция покупки». Если вы его включите, то это позволит вам превратить ваш сайт в каталог. Пример такой реализации вы сможете увидеть на сайте macaudio.com, который вы видите сейчас на экране. При включении данной опции полностью отключаются кнопки покупки и корзина, соответственно, а также закладки и сравнения. И прячутся соответствующие кнопки во всем шаблоне. Вторая особенность, которую хочется отметить, есть у нас такое поле «Условия согласия». Для удовлетворения последних требований и законов о защите персональных данных в шаблоне имеется возможность вывода блоков «Согласия» с указанными вами в какой-либо из статей условиями. Следующее, что, на мой взгляд, очень важно, это цветовая схема. С помощью этой части модуля «Настройки шаблона» вы можете изменить стандартную цветовую схему вашего сайта. Для облегчения настройки цветов достаточно выбрать всего лишь один основной цвет, и в зависимости от него будут рассчитаны промежуточные цвета оформления компонентов сайта. На мой взгляд, это очень крутое решение, которое позволяет вам моментально изменить цветовую схему вашего сайта на любой нужный вам цвет. То есть вы задаете основной цвет, и шаблон автоматом рассчитывает совместимые с главным цветом цвета других блоков шаблона. Это, на мой взгляд, очень здорово. Товары. Здесь у нас есть возможность для разных статусов складов в наличии или отсутствует на складе, например, задать свой цвет. На мой взгляд, это тоже очень удобное решение. Также у нас здесь есть возможность сократить название товаров. То есть мы можем их обрезать, либо мы можем выделить большее количество строк для того, чтобы у нас сетка товаров в категории не съезжала. То есть в некоторых шаблонах я не раз с этим сталкивался. Если у нас названия становятся очень длинными, то у нас, соответственно, текст переносится на вторую и третью строку. И из-за этого у нас сетка начинает терять свою привлекательность и смещается. И выглядит очень некрасиво все это. Давайте с вами перейдем ко вкладке «Вверх страницы». Итак, на вкладке «Вверх страницы» у нас есть еще одна очень интересная фишка – это предупреждение. Полоса с предупреждением, который мы можем отобразить в самом верху сайта. И можем вывести любой важный текст, с которым необходимо ознакомить покупателя. Сейчас в демо он выключен, то есть у нас здесь текста никакого не выводится. Примерно вот таким вот образом это выглядит при активации. То есть у нас здесь появляется полоска, в которой мы можем разместить любой нужный нам текст. И что самое интересное, закрыв данное предупреждение, покупатель больше его не увидит в своем браузере. То есть выводится он однократно, что, на мой взгляд, очень здорово. И не будет ваших клиентов раздражать. Ну, ниже у нас здесь идут различные настройки верхней панели, да, хедера нашего шаблона. Затем у нас есть настройки логотипа, где мы также можем загрузить и использовать векторный логотип. И здесь довольно много настроек также имеется для того, чтобы задать различные цвета. Статичные, при наведении, активные и так далее. Также можно вывести заголовок с применением HTML-кода. Еще ниже у нас есть блок контактов, где мы можем указать телефон, подпись, нужную нам иконку. И сделать своего рода такое вложенное меню. То есть вот здесь у нас это все настраивается. Ну, здесь я подробно останавливаться не буду. Здесь все очень просто и понятно. Далее у нас идут различные настройки меню категорий, панели категорий. Это вы все тоже самостоятельно посмотрите, я на этом сейчас останавливаться не буду. Также у нас есть настройки корзины. Вот таким вот образом у нас выглядит верх страницы. Ну, вы сами сможете это посмотреть на демо-версии шаблона. Да, все это прописано в настройках и можете посмотреть, как это там все настроено и работает. Ну, а мы с вами переходим к следующей вкладке. Это каталог. Сразу мне хотелось бы отметить настройки опций категорий. Здесь у нас есть возможность включить либо отключить показ фото категории, либо фото под категории. Далеко не везде такие настройки есть, и на мой взгляд это очень удобно. Также есть возможность включить или отключить показ иконок под категории. Ну, и в принципе стандартная опция, которая у большинства шаблонов имеется, это можно переместить описание категории в нижнюю часть страницы. Также здесь есть у нас очень интересная возможность – это добавить преимущества в каталоге. Они позволят показать клиентам преимущества из существующих статей с привязкой к конкретным категориям или главной странице. Преимущества у нас на демо-сайте выглядят следующим образом. То есть здесь у нас определенные иконки с названиями, и при клике у нас в всплывающем окне открывается какая-либо статья с описанием преимущества. Тоже довольно интересное решение, выглядит очень прикольно. То есть мы можем на страницах категории написать наши преимущества. Также их можно вывести на главной странице магазина. Ниже у нас есть блок опций товаров. Данные настройки позволяют нам вывести статус склада, артикул или описание товара при смене вида отображения товаров в категории. То есть когда у нас товар выводится сеткой, то у нас ни статуса, ни описание не выводится здесь. А если мы перейдем к списку, то у нас здесь отображается состояние на складе, статус выводится товара. Также можем вывести код товара и его описание. И, соответственно, с помощью вот этих настроек мы можем что-то включить, что-то отключить. И также можем задать здесь ограничения знаков, символов в описании и количество элементов, отображаемых на страницах каталога. Ниже у нас есть настройки, которые относятся к странице «Связаться с нами». Как вы видите, у нас в верхней части здесь выведены быстрые ссылки. То есть мы можем позвонить с сайта, отправить письмо или посмотреть адрес на Google карте. Эти быстрые ссылки мы можем создать в этом разделе «Контакты». То есть написать здесь свое название и указать нужную ссылку. В шаблоне «Манимейкер» значительно переработана страница сравнения. Если вы видите, у нас здесь есть огромное количество различных настроек. То есть мы можем настроить отображение картинок, бренда, рейтинга, веса, включить отображение графиков. Кстати говоря, у нас при сравнении товаров вводятся графики. Я вот такое вообще первый раз вижу. То есть у нас сравниваются характеристики, допустим, цена или какие-то другие. В графическом виде, что, на мой взгляд, очень удобно. И здесь мы можем, соответственно, какие-то ненужные нам характеристики для сравнения просто отключить. Также мы здесь можем для большей наглядности сравнения добавить графики, которые будут строиться по нашим атрибутам. Можно вывести сразу несколько значений атрибутов на график. О том, как пользоваться данными настройками, я советую вам почитать непосредственно в документации. Здесь об этом все подробно расписано. Так что я думаю, что у вас не останется вопросов. Давайте посмотрим, какие у нас есть настройки карточки товара. Итак, что у нас здесь есть? Здесь мы можем настроить социальный заклад. На шаблоне у нас как раз они включены. Также мы можем настроить социальные закладки от Яндекса. Есть у нас настройки вывода артикула. Мы можем отображать наш артикул возле заголовка, как это у нас сейчас выводится, возле названия нашего товара. И есть у нас настройка «Показывать артикул возле атрибутов». То есть мы выбираем то, что нам более удобно. Также у нас здесь есть возможность указать подпись для нашего артикула. То есть какой у нас текст будет написан непосредственно перед выводом поля артикула. Еще очень интересное решение, на мой взгляд, используется в фотогалерее. Была использована стандартная фотогалерея OpenCard, но она была существенно доработана. Мы можем переместить нашу галерею либо под главные фото, то есть это у нас стандартное отображение галереи, либо как у нас настроено сейчас в демо-версии шаблона, фотогалерея у нас перемещается в правой части от главного фото над атрибутами. И как вы можете заметить, очень интересно фотки выводятся в таких вот закругленных кружочках. Выглядит, конечно, это очень прикольно. Также у нас присутствуют здесь настройки анимации. Есть у нас различные эффекты, которые мы можем применить к нашей галереи. Подробнее об настройке анимации вы также можете прочитать в документации. То есть здесь у нас что есть? Плавное появление и исчезновение, трехмерное перелистывание, перемещение сверху, горизонтальное, ну и так далее. Вы сами, ребята, почитайте уже. Есть подробное описание в документации. Также у нас здесь есть возможность настроить лимит вывода дополнительных фоток товара в зависимости от разрешения экрана. Что, на мой взгляд, тоже очень здорово. То есть не будет у нас такой ерунды, да, что если экран у человека очень маленький, то там будет огромное количество фотографий дополнительных выводиться. И просто забивать ему весь экран. То есть мы можем для более низких разрешений задать меньшее количество выводимых дополнительных фото. Еще хотелось бы обратить внимание, что здесь в карточке товара можно настроить преимущества товаров. Они позволят нашим клиентам получить дополнительную информацию о товаре в карточке. Вот таким вот образом выглядит блок с преимуществами товаров. То есть здесь у нас, как вы видите, красиво отображается доступность на складе. То есть стоит зеленая галочка, видно, что товар в наличии сразу. И также у нас под каждым преимуществом пишется какая-то подпись, которая нам выводит дополнительную информацию об этом блоке. Соответственно, здесь у нас мы можем в преимуществах товаров настроить статус склада. Для каждого из статусов наличия нет наличия, ожидания, предзаказ и так далее. Можем здесь указать подпись, выбрать нужный цвет и даже задать иконку. Также у нас настраиваются преимущества товаров для бренда. Можем задать размеры картинки, да, и подпись. И можем добавить какие-то уже свои преимущества товаров. Также здесь есть интересная настройка для опций. Если у вас, например, в карточке товаров выводится большое количество опций, и они занимают много места, то вы можете в поле скрывать много опций, задать лимит, какое количество опций выводить. Да, остальные опции будут выводиться при нажатии на спойлер, то есть они будут раскрываться, что сэкономит большое количество места. В разделе «Вкладки» мы можем настроить стандартные вкладки карточки товара или добавить собственные. Здесь есть очень интересная фишка. Мы можем менять заголовки вкладок по определенному шаблону. Например, использовать заголовок и название, или название и заголовок. Заголовок, текст и название. И можем свой текст сюда указать. Ну, как здесь пишется, это у нас делается для SEO-оптимизации, то есть полезно указать заголовки вкладок в формате ключевиков. Да, ну, подробнее об этом, опять же, вы сможете почитать в документации к шаблону. И что мне здесь еще понравилось, здесь у нас есть возможность настройки вывода веса товаров и размеров. То есть можем включить либо выключить отображение веса и размеров товаров. Также у нас есть настройка индексации отзывов. То есть мы можем сами решить, будут наши отзывы индексироваться поисковиками или нет. Вот, ну, и ниже здесь мы, соответственно, можем уже добавить свои вкладки, написать название вкладки, да, и указать там какую-то ссылку. Ну, и в конце у нас здесь есть настройки сопутствующих товаров. Мы можем связанные рекомендуемые товары, которые у нас выводятся внизу, да, вот здесь вот в карточке товара, настроить. То есть мы можем включить или выключить карусель товаров, показывать склад, артикул, да, и описание. То есть можем вот здесь вот выводить дополнительную информацию, да, в этих карточках товаров, рекомендуемых товаров. Да, забыл показать, вот таким вот образом выглядит заголовок характеристик, да, если мы выбираем определенные настройки, вот здесь вот в товаре. То есть если мы выбираем, например, заголовок плюс название, да, то у нас будет выводиться заголовок нашей вкладки, да, характеристики и название товара. Ну, а мы с вами идем далее и переходим к вкладке низ страницы. Давайте посмотрим, какие у нас здесь есть настройки футера или подвала. Ну, помимо стандартных настроек изменения дизайна футера, да, то здесь мы можем выбрать различные цвета для фона, ссылок, текста, да, вот этой вот части нижней нашего футера. Мы также здесь можем включать или выключать целиком блоки, да, которые у нас отображаются. Например, блок информация, да, служба поддержки, дополнительно личный кабинет. Можем их полностью включить или выключить вот здесь вот в верхней части. Далее мы можем настроить уже отдельно такие блоки, как контакты, да, которые у нас выводятся вот в этой части. То есть можем указать там иконку, название и задать нужные нам контакты. Там телефоны, режим работы, электронную почту, да, то есть с каждой новой строки они у нас здесь выводятся. Также у нас есть блок для отображения полезных ссылок, да, вот в этой части вот он находится. Здесь мы можем тоже написать название, задать иконку и, соответственно, вставить, написать название в подписи, да, и вставить нужную нам ссылку. Ну, то есть здесь вот сделаны у нас ссылки на статьи полезные. Идем с вами ниже. Есть у нас еще блоки, да, это наша гарантия. Вот здесь вот он у нас выводится. И здесь мы уже можем задать произвольный текст, в котором мы можем использовать различные HTML теги. Вот, также можно включить, вот нажав на этот карандашик, визуальный редактор и тогда будет редактировать гораздо проще, да, если вы не знаете HTML код. Есть возможность также иконку задать и можно задать, собственно, еще какие-то дополнительные блоки, да. То есть вот здесь вот вы включаете, вписываете название и текст. Если вам нужно в футере еще вывести какой-то блок вместо другого, например. Ну, есть у нас еще настройки копирайта. Можно включить или выключить отображение копирайта. Копирайт у нас отображается вот в этой части страницы, да, профессиональная акустика, манимейкер, ну, вот это вот. Текст, собственно, это и есть наш копирайт. И можно включить или отключить отображение пауэр и текста. Это, я так полагаю, стандартная ссылка, да, опенкарта, который нам говорит о том, что у нас магазин разработан на движке, там, опенкарт или окстор. Вот, здесь есть возможность эту ссылку отключить, что, на мой взгляд, тоже очень удобно. Ну, и здесь мы, собственно, можем настроить ниже еще пользовательские копирайты, да, то есть вот они у нас как раз выводятся. Профессиональная акустика, манимейкер, там, год основания. Есть также блок у нас социальных сетей, он у нас находится в левой части, да, и здесь у нас настраиваются уже ссылки на наши социальные сети. Есть возможность задать настройку, открывать ссылки в новой вкладке, что, на мой взгляд, очень-очень здорово. Далеко не все, вот, подобные настройки делают в своих шаблонах, ну, здесь это есть, и это классно. Переходим к вкладке модуля. Ну, на данной вкладке, ребят, я подробно останавливаться не буду. Суть данной вкладки в том, что мы можем здесь выполнить настройку встроенных каких-то модулей, да, которые у нас есть в нашей сборке, и модули, которые идут от шаблона. Например, стикеры, там, быстрый заказ, обратный звонок, таймер акций. Подробнее, да, настройки всех этих модулей вы сможете прочитать в документации по шаблону. Здесь подробно про настройку каждого модуля расписано все и показано. Я просто на этом уже не буду останавливаться, потому что это займет очень много времени. На этом все, спасибо за внимание. Все ссылки указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии, предлагайте темы для следующих видеоуроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.